Теперь обо всем подробнее. Новосибирск еще несколько месяцев будет задыхаться в пыли. Покончить с ней чиновники мэрии обещают только к середине лета. Столько времени понадобится дорожникам, чтобы убрать все остатки песка, которым зимой посыпали улицы. За весь зимний период мы израсходовали примерно 116 тысяч тонн песко-соляной смеси. То есть вот 16 тысяч из высыпанного уже собрано. Не обязательно именно та грязь и тот песок, который мы сыпали. Но между тем, возмущенные новосибирцы практически каждый день выкладывают в социальные сети новые видео о методах очистки улиц. Эта запись, например, сделана в Академгородке. Тракторист обрабатывает щеткой газон, поднимая в воздух клубы пыли, который оседает на тротуар и проезжую часть. Впрочем, на центральных улицах города пыли тоже много, хотя здесь работа устроена по-другому. Дорожники, несмотря на нехватку техники, дежурят круглосуточно, особенно вблизи учреждений государственной власти. Вот, допустим, центральная улица Красный проспект. Мы помойки, мы ее моем два раза в смену. Это до обеда, после обеда. Подметается один раз в смену эта улица. Да, это на протяжении всего лета. А в соседнем Омске, между тем, закупили новую технику для уборки улиц. Пять машин прибыли в город накануне. Работать они начнут только через несколько недель, когда пылесосы на колесах поставят на учет в ГИБДД. Однако на дорогах за последние сутки уже стало заметно чище. Многие горожане уверены, что это все благодаря приезду премьер-министра Дмитрия Медведева. Местные коммунальщики и дорожные службы усиленно трудились всю ночь перед приездом главы российского правительства. В результате центр Омска стал выглядеть почти эталонно. Грязи, пыли и мусора почти не осталось. Жители в соцсетях сожалеют лишь о том, что высокие гости приезжают в город нечасто.